При покупке вещей из фикс прайса мы часто показываем, что мы там приобретаем. И вот много задают вопросов подписчики и гости, именно вот что мы приобретаем, но мы не показываем, как они работают на земле и в быту. Я сейчас расскажу, какие можно покупать, а какие не стоит приобретать в покупке в фикс прайсе, не тратя деньги. Начну я, наверное, с таких инструментов садового. Смотрите, сколько у меня с фикс прайса куплено. Вот они и ржавеют, и выходят быстро из строя. Короче говоря, не только фикс прайс рулит, но и все остальные магазины. Вот сколько у меня такого инструмента, ломается все что угодно. Это только половина я вам показываю, а что с фикс прайса не стоит покупать и тратить деньги. Приобрести лучше вот такой инструмент, как вот у меня маленький, вот такой приобретен, но он стоит 400 с лишним рублей. Вот у ограники приобретала. Отличный инструмент, режет очень хорошо, я розы резала очень хорошо, я покажу, как он режет. Вот в работе покажу. Отличный инструмент. Лучше переплатить денег, не больше, чем покупать, отдавать за вот это вот барахло. Смотрите, какая толщина, маленький такой секатор, он как справляется, вам показать. Прекрасно он справился с задачей. Секатор маленький, вот такой вот. А что такие средние, они очень даже легко, без всяких проблем. Этот немножко с усилием нужно, а этот без проблем. Так что вот такие секаторы выбирать именно не с пружинкой, как вот здесь вот пружинка, потом она вылетает, а чтобы работал именно по круговой как бы оси. Без пружинок, это я имела в виду, без вот таких вот пружинок, они вылетают и они мне не нравятся. Такие пружинки, потом вот как фикс прайс продают, вот с такими вот пружинками, вот они тоже вылетают и себя не оправдывают, не ржавеют. Поэтому мышеловки, которые продаются в фикс прайсе, отличные мышеловки, их две штуки в наборе. Вот я даже советую, берите дешево и они вот действуют. Мы за зиму, за осень повыловили вот этими двумя мышеловками очень много этих вот красавчиков. Так, вот такие инструменты, инструменты, ну не знаю, вот я работала вот сезон, они неплохо себя оправдали, поэтому можно в фикс прайсе приобретать. Вот так, значит, вот этот, ну ковшик мы еще в работе не использовали, но это нужно для воды, для полива рассады. Вот сейчас вот я вам пойду покажу, как работает вот этот вот корнеудалитель, вот садовый. У нас есть он такой, мы приобретали его, у нас их два, это мы купили уже третий такой, потому что будем не только я вот одна, но и супруги, дети, если приедут, будут помогать нам. Я считаю, что он хороший, оправдывает свои деньги. Вот этот, значит, инструмент, как он правильно называется, конус посадочный, я не пробовала. Сейчас вместе с вами пойдем его испробовать, как он в работе. У меня есть что посадить пока, вот, мы сейчас его испробуем. Так, грабли, вот видите, грабли в каком состоянии. Не тратьте деньги и даже не покупайте, даже сезон не отработали. Лучше приобрести вот такие хорошие грабли, которые жесткие, они регулируются, вот, высоту. Лучше отдать деньги и не тратиться на мелочь. Ну, а сейчас пойдемте покажу, как работают поле конус и корнеудалитель. Делаем лунгу, скручиваем, выбрасываем в землю. Вот такая луночка у нас получается. Сейчас пойдем растение. Пробуем чесночок. Он глубоко сидит, надо его поглубже. Вот он. Все вытащили. Сажаем, мы разводим, да? Отпускаю вниз. Оп, и все. Вот так. Все. Чесночок наш пересажен. Отличное средство. Хорошее средство. Покупайте, приобретайте. Просила моя подписчица показать, как работает вот этот корнеудалитель. Что-то у нее вот не получается. Сейчас будем пробовать. Вот пырень. Вот это цветки какие-то. А это вот одуванчик. Мы сейчас его будем пробовать удалять. Не подцепился. Вот так вот его и вытаскивается. Теперь будем пробовать вот здесь и пырей, и цветок. Под самый корень. Ага, он ломается. Вот он с корнем вышла. И вот он так же пырей. Вот он подталкивает корни наверх. И вот он остается между вот этих зубочков. Вот так вот. Так, будем пробовать теперь. Вот этот одуванчик. Корень тоже далековатый. Мы его... Ну, вот так вот. Он просто выковыривает. Вот он с корнем вместе пырей. Ну, что будем пробовать сейчас. Вот этот пырей, поднимать его. Вот какие там корни прямо трещат. Мы их подцепливаем, чтобы как можно больше их вытащить оттуда. Вот так вот. Потом рукой мы их подцепливаем. Они уже легко, помягче и вытаскиваем. Вон, как глубоко тащу. Вот такой вот корнеудалитель. Вот.